Добрый день, уважаемые садоводы, виноградеры, любители, а также подписчики и гости нашего канала. Мы находимся в Запорожской области, Бердянского района, село Осипенко, Украина. Сегодня у нас 20 октября 2021 года. Темой сегодняшнего видео хочу вам показать, рассказать, как же правильно подготовить виноград, как правильно оборвать листья, как правильно обрезать, как провести влагозарядку. То есть все эти операции, чтобы виноград нормально перезимовал, чтобы его укрыть правильно. Все, во всем по порядку. Смотрите, первым делом нужно, лоза уже вызрела, вот у нас был запоздалый, где-то на 2 недели вегетация отстает от обычного, но тем не менее лоза уже вызрела, лист уже вот такой сухой, его нужно обрывать. Для чего это делать? Для того, что, так как в этом листу могут споры болезни находиться, такие как мильдио, идиум грибковый, поэтому вот этот весь лист нужно обрывать и выносить с участка. Вот как это правильно делать? Смотрите, с помощью такого приспособления нехитрого, вот круглая проволока толстая, мешок вшитый по кругу проволокой, и вот такая вот веревочка. Вот крючочек вот так вот вешаем и начинаем производить обрыв листьев. Это совсем не сложно, обрываем и кидаем. Можно это делать и кидать листья на пол, но потом нужно будет их выгребать, это лишняя работа, хотя все равно уже раньше, смотрите, много листа уже опало, надо брать грабли и будет весь этот лист выгребать. Но всем по порядку. Берем, обрываем лист и кидаем в мешочек. В мешок, потом будем выносить его все с участка. Весь лист нужно убирать. Смотрите, как сделать так, чтобы лоза вызревала быстрее. Ну вот, на примере покажу сорт Зоренька. Привит был позже, чем обычно, потому что гейтация началась позже. Значит, 50-я гра ткань, в два слоя, пришпиливаем такими шпильками и по кругу, по периметру окучиваем землей. Вы знаете, эффект есть. Лоза таким способом вызревает гораздо быстрее. Потому что в этом году некоторые сорта привилок вызревают лучше, а некоторые хуже. В случае с Зоренькой лоза вызревала плохо. Я вот сделал вот так вот по периметру агротканью, пришпили, лакучил, и там ему создается температура выше, чем на улице, теплее, и таким способом лоза вызревает лучше. То есть способ работает. У кого плохо вызревает лоза, рекомендую. Я обрываю листья на винограднике. Вот так вот должна выглядеть лоза. После этого приступим к обрезке. Но также параллельно произвожу влагозарядку. Эта операция обязательно, так как в зиму нужно что сад, что виноград, обязательно делать влагозарядку, чтобы водичкой хорошо корень смочить. Значит, произвожу я следующим способом. Я вам показывал весной, есть у меня дренажный полив, то есть где-то 2 штыка ширина, 2 штыка глубина, забивается навозом. Здесь шланга лежит и через 30 сантиметров просверленные отверстия. И водичка капает. Тот же самый капельный полив, только под землей, называется дренажный. И вот вставляется шланг. И где-то в течение 3-4 часов вода капает, капает, капает. То есть обильно заливаю. Лишняя влага в зиму не будет, поверьте мне. Эту операцию нужно обязательно делать. То есть влагозарядка в зиму обязательно. Я закончил удаление листьев на участке. Теперь приступаю к следующей операции. Удаление вот таких вот подвязок. Это подвязывало топенером. Благодаря топенеру, конечно, труд на винограднике облегчился в разы. Потому что раньше вот это все дело приходилось завязывать завязочками, веревочками, весной и осенью потом, когда снимать. А сейчас, что весной, когда подвязываешь намного легче топенером клац, и оно привязалось, что осенью. Вот так вот берем, чуть потянули. И легко эти подвязки снимаются. Раньше надо было каждую завязку удалять, развязывать. Это занимало гораздо много времени. Сейчас это все гораздо быстрее делается. Так что благодаря топенеру, Тайпнеру, труд стал на винограднике гораздо легче. Вот смотрите, это очень быстро делается. Без особого напряга. После того, как удалю все вот эти завязки, приступлю к следующей операции. Буду уже обрезать виноград. Я удалил листья, убрал завязки стопенера, теперь приступаем к обрезке винограда. Как же это делать? Правильно, смотрите, вот эта вот лоза, она на следующий год пойдет на замещение. То есть, она вот так вот ляжет, и вот это вот плодовое звено, она заменит полностью. То есть, понимаем, да, вот отступаем где-то 2 сантиметра здесь вот, и вот так вот удаляем. Теперь вот это вот вытягиваем. Вот эта лоза ложится сюда. На следующий год мы его так вот подвяжем весной. Отсчитываем, значит, здесь, ну, как правило, 10-12 глазков. Так, вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Отрежу на 12, где-то 2 сантиметра за почкой вот. И вот на следующий год вот это вот пойдет на замещение. То есть, ничего сложного нет. Вот эти, вот с этих почек, с этих глазков начнут расти побеги. Они подвяжутся на вот эту шпалеру и заменят, ну, то есть, лодовое замещение. Вот это будет лоза замещением. Понимаете, да? Здесь будет 12 побегов. Расти вверх, подвяжем, и все будет хорошо. Бывает такая ситуация, когда, смотрите, это в том случае, если первый побег сильный. Бывает, к примеру, первый побег слабый растет. Мы его обрезаем на две почки. На следующий год он вырастет и пойдет на следующую осень на замещение. А плодоносить у нас будет, вот можно было бы и вот этот побег оставить, он сильный. Но, видите, он растет вверх, его очень плохо будет укладывать. А вот этот вот растет правильно. Его можно вот так будет привязать, пришпилить тайпнером к шпалере и будет все нормально. То есть, отчитываем, смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ну, вот как раз до конца двенадцать. Это обрезаем. Вот эти тоже сучки обрезаем. А вот это вот все лишнее, вот буквально сантиметра два отступаем и вот это все лишнее удаляем. Удаляем. Вот это все достаем. Сейчас я вам покажу, как оно будет все выглядеть в следующий год. Смотрите, весной тайпнером вот так вот пришпилим. Вот этот тут будет расти побег, он пойдет на замещение на следующую осень, а потом осенью здесь вырежется и оно вот так вот полежется. А вот этот тот побег будет плодоносить на следующее лето. То есть смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ну, как правило, 10-12 глазков обрезаю. Есть такие сорта винограда, которые требуют длинные обрезки, которые покороче, ну, в основном так, в среднем где-то 10-12 глазков. То есть поняли, да, ничего сложного нет. С помощью таких скоб я пришпилю лозу к земле. Вот они сделаются, они с проволоки четверки. То есть бывает П-образный, бывают и такие вот дугой, заточены здесь, пользуюсь уже ими лет семь-восемь, наверное, как хватает их надолго и лет семь-восемь ими уже проработал, еще, наверное, лет на семь-восемь хватит, не меньше, а может и дольше. То есть хватает их на очень долго. Проволока-четверка, затачиваем, пришпиливаем, не надо. Для чего это нужно, значит, делать? Для того, чтобы лоза компактно лежала, ну, прижатая к земле, тогда укрывать лозу будет гораздо легче, а гра-ткань будет лежать компактно. Это в том случае, если я укрываю виноград а гра-тканью. Если же вы укрываете виноград землей, то в таком случае нужно будет меньше кидать земли, так как оно компактно прижато к земле. Раньше я укрывал виноград землей, но последние лет восемь-девять укрываю а гра-тканью. Такой способ укрытия мне больше нравится, так как, во-первых, лоза дышит, она не подпреет, даже если зимой будет оттепель, то под землей может лоза и подпревать, особенно если она не вызревшая. Значит, что еще можно сказать за это укрытие? Если, то есть, можно укрывать а гра-тканью, даже не боясь, что она может подпреет. Есть укрытие а гра-тканью один минус, так как под ней могут заводиться мыши. Но это все решаемо. Такие вот кормушки, сделанные из на пластиковых бутылок, я ложу травленное зерно, и мышам зимой есть чем заняться. Вот смотрите, такие вот дно пластиковой баклажки вырезаем, сюда насыпаем зерно, ставим, сверху укрываем а гра-тканью. Мыши, даже если сюда пролазят, то им есть чем здесь заниматься. И вы знаете, такой способ работает. Раньше, когда я не травил мышей, то прикрытие а гра-тканью весной некоторые почки были поточены. Сейчас, когда протравливаю, поточенных точек практически нет. виноград укрываю при помощи 50-й агра-тканью в два слоя. Значит, привязал вот такие трубы, очень удобно, если длинные ряды. В нашем случае ряд составляет 30 кустов, 60 метров в длину. И так агра-ткан натянуть очень тяжело. Если привязать такие трубы, я спокойно вот так вот тяну агра-ткань, она спокойно себе тянется, дотягиваю до края, потом убираю трубы. Заранее прокультивировал землю, земля взрыхленая. То есть очень быстро, гораздо быстрее способ укрытия, чем землей. на один ряд такой, чтобы укрыть, уходит минут, наверное, 15-20. Это вместе с тем временем, чтобы окучить агра-ткань, не больше. То есть 15-20 минут трыть кустов винограда укрыть. Землей это делается все гораздо дольше. Вот оно спокойно тянется. Başка. Всё. 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 вот смотрите дотянул до края что делаем дальше развязываем трубы убираем можем агро ткань посмотрите 50 ткань в два слоя вот так вот положили положили то есть вот так вот укладываем два слоя сделаем вот так все готово теперь берем лопату и уже заранее взрыхленную землю окучиваем по краям агро ткани то есть очень быстро укрывается практично надежно и быстро не первый год укрываем способ хороший у нас 8 ноября я завершил укрытие своего виноградника агро тканью вот так он выглядит закрытом виде значит повторюсь 50 ткань уложена вдвое и по бокам окучена землей никаких скоб здесь не надо просто кучу землей и парусности здесь нет и и не снесет поверьте мне так пользуюсь не первый год зимой компактно лежит то есть зимой сносить его не будет срок службы агро ткани при бережном отношении 7-8 лет ну вот это конкретно агро ткань это 6 по моему 6 лет это 5 5 или 6 вот и пользуюсь то есть она чем нормальном состоянии еще прослужит не один сезон виноградник укрыт и готов перезимовки теперь будем с нетерпением ждать сезона 2022 года надеюсь что он будет гораздо лучше чем этот сезон 2021 года спасибо вам за просмотр до встречи в следующем сезоне до свидания до до скорых встреч